Здравствуйте, туристы и милитаристы! Необычный формат обзора. Прошу любить и жаловать. Таким вот образом. Очень глубокая посадка. Жопка вообще не торчит над карманом. У нас сидит нож на кармане. Клипса длинная, клипса тугая. И с учетом того, что шершавость рукояти практически отсутствует. То есть рукоять достаточно гладкая. Вот эта тугая длинная клипса совершенно комфортно ощущается. Нет каких-то опасений нож потерять. И к чему я, собственно говоря, решил сейчас отснять обзор вот в таком вот необычном формате. Заодно вы мне скажете, как вам оно. Нож у нас HEMNES. Производство Mr. Blade. И предоставлен он магазином Империя ножей. И на HEMNES.ru с кодом ARHADIR 8% скидка на весь товар. На самом деле такой здоровяк. Так вот почему я решил в таком формате сейчас сделать этот тест. Потому что в первую очередь я его уже несколько дней таскаю на кармане. Ну просто, просто, просто потому что мне как-то вот это все дело понравилось. Ну вот видите, сейчас мы в таком, скажем, тестовом режиме будем пробовать такие вот лесные говорящие руки. А нафига? Сделаем все попроще. Давайте-ка немножко пообщаемся. Че это я? Почему бы и нет, правильно? Так. Привет. Ну так вот. Все дело в том, что я нож ношу несколько дней на кармане, во-первых. Во-вторых, потому что я вот как-то так, теперь нужно как-то поправильнее встать. Потому что я сейчас сделал уличный тест, немножко заманался. Из-за этого, кстати, приношу извинения за состояние своих там рук, ногтей. Если вам не понравится, как они выглядят. Впечатления от ножа очень положительные. Вы знаете, сейчас первое, конечно, сравнение у нас идет с конвейром. Конвейры, кстати говоря, у мистера Блейда появились с разными вариантами цветовыми рукояти. Посмотрите, обязательно, действительно симпатичные ножики. И несмотря на общее сходство, здесь, конечно, спуски реализованы совершенно иначе, чем у конвейра. Хоть фокус-то идет правильно. Надеюсь, что правильно. Ну так вот. И весь прикол в чем? В том, что... Сейчас я уберу это бревно наше. Во, теперь можно хоть нормально пообщаться. Еще раз всем привет. Все дело в том, что... Мало того, что спуски другие. Клиночек подлиннее здесь целых 11 сантиметров. То есть общая длина ножа 244 миллиметра. Сейчас-то как-то так вот поймаем мы его. Надеюсь, что поймали, да. И длина клинка 110 миллиметров. Ширина клинка 30 миллиметров. Толщина по обуху 4 миллиметра. Весит аж 193 грамма. Сталь Д2. 60-61 единица по шкале Рокула, заявленная на этом ноже твердость. На этом клинке. И G10 лайнер Лок. Нет шпенька. То есть сразу же начинаю вспоминать про правое или левое руки и он. Почему? Потому что он у нас флиппер. Причем флипует на самом деле зачетно. Здесь такая обманочка. Я, честно говоря, думал, что вот этот вырез на клинке... Это есть некая трансформация спайдер-хоула. На самом деле никакого спайдер-хоула и в помине нет. Почему? Потому что клинок прячется в нож вот таким вот образом достаточно глубоко. И что греха таить. Опять же, если вы... Единственная просьба. Если вы захотите кого-нибудь в сложенном состоянии этим ножом стукнуть, то лучше, конечно, клинком в ладонь. Потому что если вы поставите обухом клинка в пальцы, можно себе сделать небольшую бабошку. А цель как бы стоит ровно наоборот. Правильно? Сделать неприятно кому-нибудь другому. Так вот, нож этот, несмотря на всю схожесть с конвейром, и несмотря на какие-то общие мотивы там, отверстие вот это вот, как спейсер выходит с отверстием для темляка, несмотря на общие мотивы. Блин, вот... Я вот сейчас подумал, вот реально изменил говорящим рукам. И чувствую себя как... Просто как будто мне насыпали чего-то за шиворот. Ну вот, ну не оно это. Надо делать говорящие руки. Почему? Потому что я стою, я вижу нож. Я понимаю, что я объясняю. Я понимаю, что у меня фокус правильный идет на нож. Я понимаю, что я вам показываю. А сейчас у меня основная запарка именно в том, что, во-первых, я в темной куртке. Сделаем... Теперь продолжаем экспериментировать. Будем на уровне груди вот так вот показывать. Вот. Во-первых, я в темной куртке. Но я надеюсь, что вы все разглядите нормально. Почему? Потому что здесь зато вот в отличие от помещения можно нормально поймать освещение. Вот таким вот образом это все выглядит. Так вот, вы, наверное, удивитесь, но для меня этот нож, это в первую очередь очень прикольная альтернатива HT. Именно да. С учетом того, что та же самая D2 стоит на клинке, почему? Потому что HT при всей своей мега-брутальности, HT-1, HT-2, при всей своей вот этой вот, то, что там действительно удобная рукоять и так далее, и так далее, он, как ни крутите, он может немножко так, как бы это сказать, подзадолбать с точки зрения, что он здоровенный. Даже если оператор ножа сам по себе не маленький мужик здоровенный, все равно это может задолбать в какой-то момент. То есть, действительно, он такой крупный. Но, прямо скажем, HT-2 и HT-1 наихаризматичнейшие ножи от мистера Блейда. И я сейчас, проводя какие-то даже не параллели, а именно сравнение с Хемнесом, я ни в коем случае не выталкиваю HT-1 и HT-2. Почему? Потому что мне оба эти ножа очень нравятся. Я от них просто балдею. Это действительно, это адреналин, это мощь, это кайф. А здесь, получается, как бы сделали более такой хозяйственно-бытовой нож, но он при этом здоровенный, он при этом тяжелый, он при этом мощный. То есть, здесь, посмотрите, G-10, ну, реально не пожалели. То есть, здесь идут стальные лайнеры без выпилов. Вот, я сейчас поймаю. Поймай еще. Вот, поймал. Стальные лайнеры без выпилов. Я извиняюсь за состояние рукояти, потому что уже какого-то пыльного говна с моего кармана подсобрал нож. Ну, опять же, видите, насколько вот когда я Рексбо тут только что говорил, ну, там Миша, конечно, ответил, что мистер Блейд хочет там дополнительный запас прочности и прочее прочее. Сейчас не буду обсуждать Рексбо, но суть в том, что здесь сделали спейсер только на одну треть длины спинки и насколько проще стало обслуживать нож. Просто продул, промыл, и вот вам, пожалуйста. Очень здорово, когда здесь можно организовать сквозняк. Это действительно огромный плюс. Так вот, еще до того, как сейчас перейду к рукояти, ко всяким таким делам, понимаете, ребят, весь прикол в том, что это некий компромисс, во, нашел правильное слово, между громилами HT1 и HT2 и между обычными, скажем, и DC-шными, там, астрисом, снобом и прочее, и прочее, и так далее, и так далее. То есть, нож явно усиленный, он явно такой, тактикульный. Посмотрите, какая здоровенная рука. Посмотрите просто. Ну, то есть, вот я беру молоточным хватом, я беру с моей немаленькой рукой, у меня палец упирается в плавник флипера, на два пальца еще место здесь. Она очень ухватистая, она реально очень ухватистая, именно вот молоточным хватом. Просто, ну, сейчас, если батарейки хватит, мы обязательно еще им построгаем. То есть, это действительно, это действительно очень прикольный вариант такой. Вот, с точки зрения, знаете, и как раз таки, вот, спинка, горбик этот, он может быть не так сильно выражен, как на HT1, HT2. Потому что там этот горбик, он очень-очень полезную вещь играет. Он действительно добавляет удобство ножу. Но здесь он тоже есть, видите? Оп, ушел наверх, и такой небольшой прогиб. Вот мы берем нож диагональным хватом. Офигительным образом. Да, он не упирается в ладонь, да, здесь запас рукояти есть. Но, за счет вот этой вот сложной, посмотрите, за счет вот этой вот сложной обработки рукояти, все вот эти вот выемки, они очень, на мой взгляд, в тему. Они действительно дают вот эту вот посадку ножа, крайне уверенно. Очень удобно. Палец указательный вот сюда вот встает в этот вырез. То есть, несмотря на всю кажущуюся простоту, несмотря на всю вот эту вот, как бы, ну, рукояти рука, это такая колбаснявая, длинная. На самом деле, очень удобно брать его диагональным хватом, охренительный. Крайне редко, крайне редко какой складной нож, можно взять таким уверенным, молоточным хватом. То есть, я говорю, сейчас, если батарейки хватит, мы сейчас будем строгать, и мы строгать, и строгать. И все это дело пойдет. То есть, ну и обратный, тут вообще вариантов нету, полно, куда палец поставить, как и чего. Нет какой-то сильной выраженности, то есть, достаточно плавно, здесь вот плавничок идет под, скажем, именно вот, образует вот этот вот подпальцевый выступ, но при этом, ну вот, у меня практически 100% уверенность, что при каком-то там ударе, при каком-то уколе, у меня указательный палец на кромку не улетит. При желании, если вам нужно какую-то действительно маленькую работеночку сделать, совсем аккуратненькую, переносим вот таким вот образом указательный палец сюда в чойл, чойла хватает, ну, величины чойла, вот он ровно-ровно, посмотрите, я изо всех сил прижал, и все равно меня нож не уколол за палец, то есть, ровно вот как, как надо. Вот таким вот образом поставили, и вот она, то есть, здесь, ну, слава богу, чойл все же не ворует, он режущую кромку так серьезно, но при этом, действительно, для какой-то мелкой работы, это совершенно подходящая будет такая тематика. повторюсь, ну, при всем моем уважении к чойлам, как таковым, я понимаю функционал, бла-бла-бла, в работе я никогда не пользуюсь чойлом, никогда не переношу палец сюда вот, то есть, мне, ну, мне проще даже, если я там строгать сейчас буду, поставить палец ровно на крыло, не на крыло, на плавник флипера, и так и строгать. Но чойл нас, безусловно, спасает от пореза пальца при складывании, то есть, мы совершенно спокойно, безопасно, одним, одной рукой можно сложить, что-то я сегодня в ударе просто. Так, смотрим центровочку, вот она у нас есть, строго по центру, флипуется, вот сейчас я без подбрасывания сделаю, почему подбрасывание нужно? Это как в случае с HT-1 и с HT-2, немножко, чуть-чуть докрутил, и клинок очень тяжелый, он прям реально вот таким вот, с таким действительно мощным, с сочным звуком, конечно, не с таким сочным звуком, как HT-2 вылетает, но вот чувствуется именно детонация легкая, когда вот он полностью раскрывается, идет такой удар в палец, почему? Потому что действительно клинок очень мощный. Но здесь, я так понимаю, стоят подшипники, и, по крайней мере, я их даже разглядел на просвет, и вот сейчас без какого-то докручивания, совершенно спокойно, то есть, механика у ножа просто идеальная, с учетом того, что нож здоровенный, тяжелый, клинок очень тяжелый, ну, реально тяжелый, механика у ножа просто замечательная. Сейчас я вам все это дело покажу, стараюсь, по крайней мере, поймать, ну, вот, что за репортаж смес события, блин, вот, видно шарички, и видно, как лайнер встает в самое начало пяты клинка, ну, не знаю, как вам, мне, по крайней мере, видно. Дизайнерский вырез в плавнике мне нравится, и мне очень нравится вот этот вот спейсер, мне очень нравится, как реализовано отверстие, целая линейка есть у мистера Блейда, именно вот с такими отверстиями, это красиво, на мой взгляд, это действительно красиво, это очень достойно, молодцы. Повторюсь, дизайнеры мистера Блейд сейчас точно не зря свою зарплату получают, потому что ножи, вот, линейка за линейкой, они продолжают радовать, я очень надеюсь, что я когда поеду на Иву, мне что-нибудь этакое-такое, совершенно новое покажут. Опять же, несмотря на всю продуманность дизайна, совершенно спокойный осевой, то есть чуть ли не монетой, можно его раскрутить, открутить, в общем, рукоять удобная, и клипса у нас не переставляемая, только под правую руку, почему, потому что покажу, здесь как бы вот оно есть, а на самом деле нет, под клипсу сделан вырез, клипса очень удобная, просто охренительная, глубокая посадка, в этом плане не докопаешься, может быть она такая простая, с виду именно, нет каких-то там дизайнерских изысков, именно в самой клипсе, вот как вот в клипсе, но здесь с удобством, совершенно нет никаких проблем. Клинок. Ну, клинок я бы назвал таким, с небольшими извращениями, дроп-поинтом, почему, потому что здесь у нас вот идет вырез обуха, подъем наверх, фальш-лезвие посередине, дальше идет, и дальше вот он, дроп начинается, и посмотрите, каким образом здесь все это реализовано, видите, вот этот, получается вот это фальш-лезвие, если мы берем вот таким вот образом, то есть толстый обух, потоньше, дальше толстый, то есть очень усилен кончик, почему бы и нет, и вот этот вот, как бы дол, который напоминает спайдер-хоул, он тоже имеет место быть, и совершенно, совершенно не режет глаз, при всем при этом спуски у ножа прямые, ну, будем считать, здесь высокие от обуха, здесь плюс-минус где-то, ну, почти от середины, то есть такой идет, опять же, изыск, режущая кромка плейновая, то есть совершенно прямая, спокойная, нож шикарнейшим образом отработал по продуктам, очень мне в этом плане понравился. надписи, конечно же, Хемнес Мистер Блэйд и Д2. С Д2 от Мистера Блэйда мы знакомы, давным-давно, и мы знакомы в хорошем плане, то есть совершенно, совершенно нормальная рабочая столюка, и в общем и целом я могу сказать, что вот с учетом того, что я все-таки тяготею, к большим ножам, тяготею я к, скажем, таким складням, которые прям, ну, такие, эх, то этот нож мне, конечно, нравится именно, именно тем, что он больше, чем свои вот недавние соседи по купе, чем тот же самый, если сравнивать с конвейером, если мне не изменяет память, что все-таки Хемнес побольше, чем конвейер, и он такой, действительно, вот чувствуется мощь, чувствуется его вес, но при этом нет такого вот гипертрофированного брутализма, как у HT2, правильно? то есть он более спокойный, но при этом мощный, такой тактикульный, но, то есть, именно та самая вот какая-то золотая середина, и я всем, кому нравятся ножи HT1, HT2, и подобные им здоровяки, я искренне советую этот нож хотя бы понянькать в руках, посмотреть, вот поиграть, попробовать посадить на карман, и именно вот понять всю вот эту вот то, о чем я сейчас говорил. Не понравился формат от слова совсем, будем дальше продолжать говорящими руками, почему? Потому что действительно должно быть и мое, и ваше внимание полностью сосредоточено на ноже, а не на том, как я здесь прыгаю и вылавливаю фокус от веток, на нож его перевожу и так далее, и так далее, но зато есть возможность, вот в таком разговоре есть возможность пофлиповать, там, я не знаю, как-то на карман поставить, вот оно, вот оно, ну и конечно же, инерционное, встряхивание, инерционное раскрытие, то есть в этом плане даже не надо так совсем сильно, там, я не знаю, какую-то психопатию изображать, просто достал, хоп, все, пошло, погнали, наши городские, замечательный, здоровенный, мускулистый ножик, искренне рекомендую присмотреться всем поклонникам вот такого вот формата, увидимся, ребят. субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,